Церемония открытия началась с приветственных слов почётных гостей. Все присутствующие подчеркнули важность этого события. Так, министр экономического развития КЧР Алина Кохов отметил, что новый банк поможет развитию субъекта, и жители будут более компетентны в вопросах финансовой грамотности. Кульминацией торжественного момента стало перерезание красной ленты. Эту почётную миссию исполнил директор макрорегиона «Северный Кавказ» Почта Банг Геннадий Каляпин. Дамы и господа, добро пожаловать в Почта Банк. Напомним, соглашение о совместной работе по внедрению современных банковских технологий и расширению банковской инфраструктуры на территории Карачаевой-Черкесии было подписано в феврале 2017 года в рамках сочинского форума главой Карачаевой-Черкесии Рашидом Тимрезовым и президентом ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко. Приход на территорию Почта Банка, имеющего широкую сеть отделений Почты России практически в каждом населённом пункте Карачаевой-Черкесии, позволит существенно улучшить доступность и оперативность получения банковских услуг жителями республики, особенно отдалённых населённых пунктов. Так прокомментировал соглашение глава региона. И вот сегодня республика получила практические плоды этого соглашения. Почта Банк в арсенале имеет большой спектр услуг. Здесь могут помочь пенсионерам с выплатой пенсий, а любителям покупок в интернет-магазинах придутся по душе их выгодные тарифы. И это далеко не всё. Мы банк достаточно молодой, но то, что акционерами банка является с одной стороны Почта России, с другой стороны группа ВТБ, это делает наш банк уникальным. Уникальным под причиной, что мы обладаем возможностями, как инфраструктуры, которая обладает Почта, а это порядка 40 тысяч точек по Российской Федерации, так и современными банковскими технологиями и мощными финансовыми резервами, которыми обладает группа ВТБ. После торжественного открытия все гости прошли в здание банка. В почтовых отделениях банк присутствует в двух форматах. Первый – это оборудованный банкоматом «Клиентский центр» с банковскими сотрудниками. Второй формат предусматривает предоставление базового набора финансовых услуг сотрудникам Почты России, прошедшим дополнительное обучение. Окна продаж с почтовым сотрудником оборудуются терминалами, с помощью которых можно пополнить банковскую карту или снять с неё средства, а также оплатить любую почтовую услугу. Одним из первых клиентов, кто решил воспользоваться услугами банка, стал Халид Гербеков. «Прошёл, за картой помогают, нормально всё. Думаю, что в дальнейшем будет с Божьей помощью всё будет нормально». Несмотря на то, что этот банк начал свою работу не так давно, он пользуется большим спросом среди жителей Российской Федерации. Так, в прошлом году по всей территории Российской Федерации было открыто 6 310 точек оказания услуг. И, как утверждают представители банка, цифра с каждым годом будет только расти. «Услуги, которые мы оказываем населению, это вклады, в первую очередь с повышенной процентной ставкой у надёжного государственного банка. Это дополнительный спектр услуг для пенсионеров. То есть накопительная часть пенсии может у нас находиться под более высокий процент. То есть банк именно расположен для работы, направлен для работы пенсионеров и сотрудников Почты России». На сегодняшний день на территории Республики функционируют три таких отделения, два из них в городе Черкесск. В планах до конца года открыть ещё 15 точек в различных населённых пунктах Карачаева-Черкесии. Таким образом, это повысит доступность оказания банковских услуг для жителей Республики. Особое внимание будет уделено совершенствованию системы пенсионных выплат с помощью банковских карт, а также развитию депозитного бизнеса. Ислам Жукаев, Далиль Мирза, Архиз 24.